Курс тенге начал эту неделю с укропления на бирже. Средневзвешенный показатель за день составил 473 тенге за доллар. При этом, по данным отечественных аналитических центров, снизилась и волатильность национальной валюты. С чем связано укрепление тенге и как долго он сохранит свои позиции, рассказали эксперты. Подробности в материале Амина Абдрахманова. Доллар в Казахстане снова подешевел. Слабеть иностранная валюта начала еще на прошлой неделе. Медленно, но, как говорится, верно. Уже сегодня курс национальной валюты составил 473 тенге за одну единицу американца. По словам аналитиков, предыдущее ослабление тенге скорее связано с внутренними факторами. По прогнозам, они будут влиять на стабильность национальной валюты и дальше. К примеру, впереди налоговый период. Тенге ищет свой баланс новый на рынке спроса и предложения. Но с большой вероятностью в августе мы будем все-таки наблюдать некоторые укрепления. Как я уже отметила, из-за квартального налогового периода. Это сезонная тенденция, которая обычно сопровождает налоговый период. То есть самые крупные наши налогоплательщики, это наши самые крупные экспортеры, которые будут в любом случае, скорее всего, конвертировать свою валютную выручку в тенге. Сейчас укрепление тенге связано с очередным вливанием национального банка в рынок. Главный банк купил акции Казатомпрома из средств национального фонда. Деньги будут перечисляться траншами в четыре этапа. Делается это для того, чтобы избежать дестабилизации валютного рынка. Сумма сделки ни много ни мало – 970 миллионов долларов. Каждый месяц, начиная с июля, Нацбанк планирует конвертировать по 243 миллиона долларов тенге. Пока это поддержит стабильность национальной валюты. Однако, как говорят эксперты, это продлится до тех пор, пока в стране не будет развитой экономики. Я думаю, что мы больше и больше, чуть-чуть ушли в ручной режим, что, в общем-то, не так уж и плохо сейчас. Но я думаю, что в августе будет укрепление тенге тогда. Но в течение пяти лет можно говорить, что тенге будет потихонечку вот так чуть-чуть подпрыгнул, чуть-чуть ниже упал, чуть-чуть подпрыгнул, чуть-чуть ниже упал. Мы зависим от нефти, мы зависим от металлургии. У нас нет пока еще производства. Есть оно разрозненное, в общем-то, производство. Это у нас такие оазисы в пустыне. По прогнозам экспертов, паритет 473-480 тенге за доллар может сохраниться до конца этого года. Смягчить или укрепить положение национальной валюты могут и цены на нефть. Но пока стоимость углеводородов остается в минусе уже третью неделю подряд. Однако, сделать небольшие заначки Национальный банк может после сбора налогов. Но и это зависит от сегодняшнего состояния бизнеса. Амина Абдрахманова, Данир Муптикеев, Атамикен Бизнес. Больше сотни казахстанцев оказались жертвами мошенников. Злоумышленники, представляясь сотрудниками Национального банка, МВД и даже правительства, обманным путем завладели одним миллиардом тенге. Пострадавшие заявляют, что сотрудники правоохранительных органов не принимают никаких мер к поиску украденного. Дела казахстанцев по статье «Мошенничество» никак не продвигаются. Почему так сложно найти аферистов, теми разбиралась Аяна Санакова. Вот, пожалуйста, вот они все люди. Много народу прям. Список, который держит в руках карагандинка Юлия Кундева, это 143 человека, которые пострадали от рук мошенников. Конкретно на Юлию за 4 часа оформили кредит почти на 10 миллионов тенге. Но среди пострадавших, которые объединились в группу в WhatsApp, это далеко не самая большая сумма. На кого-то оформили почти 30 миллионов. В общем, суммы разные, но никто из пострадавших эти кредиты выплачивать не может, да и по понятным причинам не хочет. В итоге у них арестованы счета и карты заблокированы. Восстановление у меня есть, что меня признали потерпевшей стороной. Но на этом все. Никого не нашли и, как я понимаю, никого не ищут, искать не собираются. Мошенники, они вот эти схемы разрабатывают со скоростью света. Сегодня у них получается удаленный доступ. Уже следующая схема у них идет, звонят с поликлиники. Теперь они взламывают WhatsApp и рассылают рассылки вот эти 1414. Просто наши органы правоохранительные, они за ними не успевают. Всех обманули по-разному. Кому-то представились работниками банка, кому-то госслужащими, а кому-то сотрудниками полиции. Общая сумма ущерба 1 миллиард тенге. Но это лишь те, кто есть в группе под названием «За правду». Например, Евгения Каменникова в этом чате WhatsApp нет. Но он также пострадал даже от более изощренного вида мошенничества. Хотел купить телефон в рассрочку, оформил и оплатил. В магазине сказали, что оплата не прошла и попросили еще раз отправить деньги. Когда Евгений начал сомневаться в продавца, позвонил в банк. Там ему сказали, что компания с ними сотрудничает. В итоге оказалось, что ИП снято в аренду, а пострадавший заплатил за несуществующий телефон миллион тенге. Я обратился в Бостандексский РУВД, город Алматы, где написал заявление по факту мошенничества. То есть заявление у меня приняли, но на данный момент абсолютно никаких действий не предпринимаются. Когда я пришел писать заявление в ОВСовское РУВД, следователь, который принимал меня, он мне сразу сообщил, зачем вы пишете это заявление, то есть вы это делаете для себя. Данные мошенники, они продолжают работать, у них сайт работает. В итоге Евгений с юристом из-за бездействия полицейских вынужденно написал письмо в Генеральную прокуратуру в надежде поскорее найти виновных и снять аресты со счетов. В основном такие дела остаются только на этапе расследования. По информации МВД, за первое полугодие зарегистрировано более 9 тысяч таких фактов. В целях предотвращения интернет-мошенничества Министерство на постоянной основе проводится мониторинг средств массовой информации, социальных сетей. В зависимости от тех же периода заблокировано более 16 тысяч фактов интернет-ресурсов противоправного характера, из которых более 4 тысяч по интернет-мошенничествам. Суды по данным Комитета правовой статистики, Генпрокуратуры, кибераферы стали едва ли не самым частым видом мошенничества. И примечательно, что интернет-преступления против собственности отличаются низкой раскрываемостью. Например, только за 2022 год из почти 23 тысяч уголовных дел, которые находились в производстве органов следствия, по 17 тысячам заявлений прервали сроки расследования. То есть 7 из 10 уголовных дел остались недоведенными до суда. Причина – преступник так и не был найден. Саяна Санакова, Ирлан Сарманов, Бауржан Куандыков, Атамикен Бизнес. Все больше становится казахстанцев с испорченной кредитной историей. В первом кредитном бюро подвели итоги за июнь этого года. Задолженность физлиц за потребительские займы составила 975 миллиардов тенге. На них же приходится большая часть просрочек. Эксперты негативную статистику связывают с низкофинансовой грамотностью населения и высокой инфляцией. Моя коллега Куркем Гусибалиева выясняла, как можно исправить плохую кредитную историю, не нарушая правил. Популярность кредитов в Казахстане становится все больше. Почти каждый казахстанец хоть раз в жизни брал кредит. Есть и те, кто набирает долги у банков пачками. Заядлым заемщиком является и Нурмахан Турсеналиев. Житель Шимкента набрал кредиты на 700 тысяч тенге. 34-летний мужчина признается, что в форс-мажорных ситуациях он несколько раз просрочил оплату. В день задержки поступили многочисленные звонки от коллекторов, а впоследствии и арест счета. Через два или три года пройдет, все закрою перед банком. Каждый день жалеем, да? Вот время уходит, деньги берем за зарплату и сразу банк отдаем. Где-то три месяца, четыре месяца не смог оплатить ежемесячный платеж. У кого надо было брать, тогда я безработный был, они давали, помелы. По словам эксперта, негативная статистика связана с большой закредитованностью должника. Он набирает микрозаймы до зарплаты, чтобы купить продукты или потратиться на личные расходы. Спустя время он не замечает, как погряз в долговой яме, говорит специалист. В итоге портится кредитная история, а исправить его можно не нарушая правила банка около года. Люди не имеют, как сказать, правильных финансовых привычек, делают просрочки, портят свою кредитную историю и только потом учатся быть более финансово дисциплинированными. Год назад имели просрочки по кредитам и наступил год и один день, то ваш рейтинг обнуляется, ну и заново получается новое, скажем, доверительное положение. По данным Первого кредитного бюро, в июне казахстанцы набрали потребительские кредиты на 975 миллиардов тенге. Выдачи ипотеки тоже подросли после заметной просадки в мае. Общая сумма 148 миллиардов тенге. А вот объемы микрозаймов формата до зарплаты тормозят пятый месяц подряд на фоне отзыва лицензии у некоторых игроков. В июне, правда, объемы снизились по сравнению с маем и составляет 46 миллиардов тенге. Экономист Арман Байганов, высокий уровень закредитованности казахстанцев связывается с инфляцией в стране. По словам эксперта, чтобы снизить долговую нагрузку, Нацбанк ужесточил правила предоставления займов. Однако, учитывая отсутствие финансовой грамотности у большинства казахстанцев в будущем, ситуация может ухудшиться. И это негативно отразится на экономике Казахстана, рассказывает специалист. Если население, благосостояние население будет расти, соответственно, они меньше будут получать займы, банка второго уровня. Второй момент. Надо повышать финансовую равность именно для всех категорий населения. Желательно брать, если займ, на бизнес, на предпринимательство, то есть на увеличение доходности своей. Тогда целая улучшится ситуация. Эксперты рассказывают, чтобы жить ни в чем себе, не отказывая и не имея задолженности перед банками, нужно регулярно записывать свои доходы и расходы. Постоянный пересмотр и анализ своих денежных средств поможет стать более финансово грамотным. Помимо этого, специалисты советуют ежемесячно откладывать на непредвиденные расходы и инвестировать в акции, облигации и недвижимость. Курки Масюбалиева, Дани Армаметов, Атамикен Бизнес, Шымкент. Министерство транспорта предложило ограничить поездки такси до 50 километров, чтобы люди стали чаще пользоваться междугородними автобусами. Эта инициатива вызвала бурное обсуждение в обществе. В Национальной палате предпринимателей Атамикен считают, что это ограничение является барьером для бизнеса и конкуренции. Чтобы сделать такси безопасным, необходимы другие меры. Какие мнения выслушал Ержан Футипкалиев. Министр транспорта Марат Карабаев пояснил, что чаще всего ДТП происходит с водителями такси и ограничение маршрутов до 50 километров снизит аварийность. Законопроект уже прошел мажорист и ждет рассмотрения в Сенате. Сейчас почему предпочитают именно драйвер или даже легковой автомобиль. Поскольку, как мы сегодня говорили, они допустимую норму по скорости превышают и доезжают быстрее. Когда у нас будет средняя скорость, тогда и автобус, и легковые автомобили в принципе будут доезжать. По крайней мере разница не такая большая будет с точки зрения времени добраться от точки А до точки Б. Это вот первое. Это повлияет на то, чтобы снижение, больше люди переходили на регулярные автобусы сообщения. Однако многие эксперты и общественность не согласны с таким подходом. По мнению пассажиров, чтобы увеличить конкуренцию междугородних автобусов, необходимо создать комфортные условия перевозок, а не ограничивать таксистов ни в расстоянии, ни в скорости. Ведь люди и платят за комфорт и время, а автобусы этого не дают. Они не комфортабельны, ну как по мне. Они не рассчитаны, наверное, на такое большое количество народу, во-первых. А может быть, ну я не знаю, скорее всего это комфорт. Государство много чего неправильно делает, но это их точка зрения. Для них правильно, для нас неправильно. Каждый по-своему же это видит. Потому что денег дороже платишь по времени, да, поэтому такси и нанимают. В Национальной палате предпринимателей Атамикен также поддерживают казахстанцев. Ведь для безопасности необходимы такие меры, как контроль технического состояния авто и здоровье водителей, а не ограничение в передвижении. Это, по мнению экспертов, нарушает права предпринимателей и противоречит Конституции, а также создает дополнительные трудности для граждан и бизнеса. При этом ответственные госорганы сами виноваты, что бросили автобусные парки на произвол судьбы, отмечает спикер. Вы даже видите, у нас в Астане между автовокзалом и ЖД-вокзалом, пока дойдешь до буквально 200 метров, на парковке кричат «Караганда», «Кокшатау», «Боровое». И это частный извоз. Вот здесь мы сами это допустили, и в том числе и уполномочные государственные органы не контролировали. И допустили то, что рынок теперь хаотично сам осуществляет перевозки без совмещения транспортного законодательства. Абсурдную инициативу Министерство транспорта назвали и многие депутаты. По мнению парламентариев, Минтранс должен развивать качественный автобусный сервис, а не ограничивать такси. Эксперты считают, что эти инициативы, которые не нашли отклик в обществе, не дойдут до подписи президента. Еще одно столичное турагентство лопнуло в разгар сезона отпусков. Казахстанцы остались без обещанных туров и выплаченных денег. По словам пострадавших, сумма задолженности порядка 200 миллионов тенге. Но руководство туркомпании ситуацию никак не комментирует. С обманутыми туристами встретилась Зарина Ахмеджанова. Вместо солнца, загара и лазурных берегов десятки казахстанцев получили только море. Море из своих слез. Неожиданно перед вылетом клиенты компании «Айдана Тур» узнали, что никаких путевок нет. В списке пострадавших более 60 человек вместе с семьями. Есть и те, кто заплатил полную сумму – 7,5 миллионов. По примерным подсчетам пострадавших, турфирма обманула людей на 200 миллионов. Например, Юлиана Котова из Караганды заплатила за путешествие 1 миллион 600 тысяч. Там у нас был общий чат. Стали узнавать, что выплат никаких не делают. Люди не уезжают. Им за два, ну даже за день до вылета им говорят, что ваш тур аннулирован. Потом 17 июля я приехала вот сюда в офис с Караганды. Мне дали соглашение на расторжение договора и сказали, что в течение, по истечении 14 дней мне сделают выплаты. Выплаты должны были поступить вчера, но чуда не произошло. Около офиса турагентства случайно собрались почти два десятка человек. 70-летняя Роза Акбергенова говорит, что пришла сегодня после того, как не смогла по телефону получить никаких ответов. Былар айтты, пока 30% тюленыздер деды. Содан асықтырып 30% тюленыздегесе, мен келіп 30% тюлен кеттім путек кының. Ол деда 350 мүмін тенге. Сосын ол жаңа Ақтаудаға подругам, ол да Каспи мен сал жерді быларға. Сосын былар маған бір кішкент аквитансы жасып берді. Мен договор бермесіндерма дедім, жоқ договорды кейін, бүкіл полный суман тюлендегенде аласыз деді. Компания собирала деньги не только за путевки, но и за обучение натурагентов. Мол, вместе с новыми знаниями получите и поток клиентов. Я купила у них обучение получается, у компании Айда Натур. У них там было несколько вариантов обучения. Три звезды, четыре звезды, пять звезд. Я взяла обучение пять звезд, где все включено. Сопровождение, реальные клиенты. То есть мы должны были все это проводить через компанию Айда Натур. Обучение стоит 850 тысяч тенге. Я взяла рассрочку в Каспии на это обучение. Оно должно было начаться 21 июня. Наталья решила расторгнуть договор, но так и не получила ответа от туркомпании. На место прибыли сотрудники полиции, но комментировать дело они отказали, ссылаясь на тайну следствия. По словам пострадавших, их групповое заявление зарегистрировали. Руководитель столичного турагентства обещал приехать и поговорить с людьми, но в итоге перестал отвечать на звонки и сообщения. Дверь офиса, как вы видите, закрыта, хотя сегодня рабочий день. Зарина Ахмеджанова, Шалхар Шуакбай, это Микин Бизнес. Вы смотрели программу Weekly Review. На этом я с вами прощаюсь. Еще больше новостей на нашем сайте inbusiness.kz. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова